Если вы меня видите, слышите, если вам видно презентацию, поставьте, пожалуйста, сейчас любую реакцию. И я буду понимать, что с этим всё в порядке, и мы будем с вами начинать. Вижу, Александр, добрый вечер. Вам даже добрый вечер. Вижу, слышу, прекрасно. Я очень рада. Хорошо. У нас сегодня с вами пройдёт открытый урок. Я смотрю попутно на время, да, 19.00, значит, самое время нам уже с вами начинать. И на этом открытом уроке вы поговорите о возможностях Котлина вместе с преподавателем. Я его чуть позже представлю. Это будет Евгений Непомнящий. Я начну нашу сегодняшнюю встречу и уже совсем скоро, минут через 10, передам ему слово. Проведу для вас вводную часть, познакомлю вас с компанией, представлюсь, познакомимся с вами, потому что всегда очень интересно узнать, кто к нам приходит, с каким опытом вы приходите. И после этого уже Евгений проведёт для вас контентную часть, скажем так. Хорошо. Давайте двигаться с вами дальше. Ребят, мы с вами проверили уже звук, поэтому сейчас просьба найти чат, если вы его нашли. Если вы туда ещё ничего не писали, то просто его найдите и поставьте плюсы, чтобы мы понимали, что мы с вами находимся в ВКонтакте, мы на связи друг с другом. Да, вижу, что плюсы летят. Отлично. Этот чат, он существует для нашего с вами общения. Туда вы можете писать вопросы. Там же вы сможете отвечать на наши вопросы. По поводу записи. Она ведётся. Запись мы вам обязательно отправим на те почты, по которым вы регистрировались на это занятие. Завтра до конца дня. Вам туда всё прилетит. И запись, и презентация. Хорошо. Мы двигаемся с вами дальше. Начнём с вами знакомиться. Кто я? Меня зовут Алина Баширова. Я ведущая мероприятий. И сегодня я как раз в роли ведущей. У меня уже больше даже шести лет опыта проведения онлайн-мероприятий, оффлайн-мероприятий. В целом я сама тоже из сферы обучения. Я занимаюсь тем, что запускаю курсы по софтовым навыкам как раз для IT-специалистов в одной такой крупной корпорации. Поэтому я сама тоже из сферы обучения, но больше про софтовые навыки, про мягкие навыки. Их так ещё называют. Сегодня буду в роли ведущей. Как уже сказала, я начну. Потом включусь в середине, где расскажу вам немножечко про курс. И в конце ещё попрошу вас заполнить анкету обратной связи, потому что для нас это тоже такая суперважная история. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Какие действуют у нас сегодня правила? Во-первых, очень хочется, чтобы вы активно участвовали во всём, что будет сегодня происходить. Что это означает? Чтобы вы отвечали на вопросы, которые будут лететь от нас. И уже, по-моему, на следующем слайде прилетят первые вопросы. Очень хочется, чтобы вы на них тоже написали нам свои ответы. Плюс это означает, чтобы вы не стеснялись задавать вопросы. Поэтому тоже, пожалуйста, пишите свои вопросы, если они у вас будут возникать. Единственный комментарий здесь, что мы не всегда сможем... Возможно, может быть, мы будем отвечать сразу, но просто учитывайте то, что мы ваши вопросы видим, но иногда не можем ответить на них сразу, потому что, может быть, там, к контенту, который даёт преподаватель, это не близко. И поэтому, может быть, там, преподавателю тоже будет удобнее отвечать на вопросы в конце каждого блока. У нас будут там моменты, даже в презентации они отмечены, те моменты, когда мы будем отвечать на вопросы. Просто помните, что мы на них ответим. Это будет абсолютно точно. Хорошо, двигаемся дальше. Про запись я вам уже сказала, но я вижу, что к нам присоединились ещё новые участники. Ребят, вам тоже привет, вас тоже рады видеть. Вам тогда про запись скажу, потому что очень часто летят вопросы в чат по записи. Запись вебинара вам прилетит на почту завтра до конца дня вместе с презентацией. Что ещё? Хочется познакомиться ещё и с вами, поэтому я попрошу вас немножечко рассказать нам о своём опыте. Напишите, пожалуйста, сейчас в чат о своём уровне знаний, если вы ещё только учитесь в IT или на IT-специалиста, либо если вы уже работаете, то тоже, пожалуйста, поделитесь, какой у вас опыт работы в IT, если уже работаете. Я вижу, что Томас уже пишет. Java Middle. Класс. Хорошо. Так, два с половиной года коммерческой разработки на Java и Kotlin. Костя, спасибо огромное. Хорошо. Kotlin Middle. Оксана. Класс. Хорошо. Остальные тоже пишите. Ребят, если вы уже написали о своём опыте и ответили на первый вопрос, то попробуйте сейчас сформулировать. Можно даже не цель, можно даже попроще то, что хочется вам узнать сегодня на нашей встрече. Подумайте, пожалуйста, об этом и тоже нам напишите. Очень хочется узнать, для чего вы сюда пришли. Может быть, не цель, может быть, это ответ на какой-то вопрос. Может быть, что-то хотите узнать больше. Поделитесь, пожалуйста, с нами своими ответами. Так, я смотрю дальше. Tech Lead Back Kotlin. Окей. Cosmos. О, так звучит классно. Начинающий. Только планирую получить оффер. Класс. Kotlin Middle. Три года Kotlin Back. Android разработка. Опыт в IT. Десять лет. Класс. Класс. И это... Здесь ещё номер телефона указан. Это, наверное, сразу можно хантить. Очень классный такой способ. Хорошо. Хорошо. И про цель тоже немножечко напишите. Интересно попробовать Kotlin на бэке. Что хочется узнать всем остальным? Ребят, тоже, пожалуйста, поделитесь, потому что очень интересный такой вопрос. Но это ещё, если мы говорим про обучение, это будет ещё и про некую работу с ожиданиями, потому что мы поймём ваш уровень, мы поймём ваши запросы, и Евгению здесь будет тоже гораздо проще сориентироваться. Поэтому тоже, пожалуйста, напишите. Если есть у вас какие-то ожидания от нашего сегодняшнего занятия, то поделитесь ими с нами. Хорошо. Я тогда пойду дальше, а вы, пожалуйста, пишите. Я помню, какой вопрос я задала. Я обязательно тоже вернусь к вашему комментариям. Что ещё нас ждёт? Я сейчас расскажу вам про компанию, про то, чем занимается компания, и после этого передам слово уже нашему преподавателю, чтобы он провёл для вас контентную часть. Но про ожидания, пожалуйста, пишите. Кстати, есть среди вас те, кто подключился в первый раз на наши вебинары? Если да, то поставьте, пожалуйста, тоже плюсик, если вы впервые здесь присутствуете, если ничего пока ещё не знаете. Может, где-то увидели рекламу, подключились, или кто-то вам посоветовал. Так, вижу, что как минимум четыре человека таких у нас есть. Хорошо, всё окей. Да, именно поэтому мы включаем обычно в наши открытые уроки небольшой рассказ о том, чем занимается компания, потому что всегда на каждый вебинар у нас подключаются новые ребята. Поэтому, ребята, если вы уже были на наших вебинарах, понимаю, что такие есть, ещё раз очень коротко просто расскажу, чем занимается компания, и всё, и мы уйдём с вами в контентную часть. Хорошо. Если говорить о том, чем занимается компания. Компания занимается созданием авторских онлайн-курсов для IT-специалистов разных уровней подготовки. Вы в чате как раз со мной делились своим уровнем. У кого-то был уровень middle, у кого-то junior, у кого-то, кстати, 15 лет, да, скорее всего, у вас уже уровень леда, но всякое разное бывает. Но в целом, если говорить про то, чем занимаемся мы, то мы запускаем курсы как раз для IT-специалистов разных уровней подготовки. То есть все эти уровни мы охватываем. Ещё из интересного, что у компании есть образовательная лицензия, и поэтому после прохождения обучений вы можете получить удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке. Ещё один вопрос, который нам часто задают, можно ли будет сделать налоговый вычет? Налоговый вычет сделать можно будет. Что ещё? У нас более 170 курсов разных направлений. Эти направления вы можете как раз увидеть на слайде. И это количество, оно постоянно растёт. На самом деле, я боюсь представить, сколько будет в следующем году, потому что очень много разных курсов, очень много преподавателей. Про них тоже сейчас расскажу. Но давайте немножечко остановимся как раз на цифрах. Если говорить про преподавателей, то у нас более 600 преподавателей, которые делятся своими знаниями и делятся реальными кейсами. В этом как раз и есть наша особенность, потому что те ребята, которые у нас преподают, те ребята, которых мы называем преподавателями, они имеют свой реальный опыт работы в разных компаниях. И это опыт не там 2-3 года, а опыт уже такой весомый. Чаще всего это более 6-8 лет. И это, конечно, очень круто, потому что мы даём те знания, которые востребованы на рынке. И это как раз про то, что наши курсы, они постоянно дорабатываются, учитывая как раз эти реалии. Что ещё? Компания на рынке существует уже 7 лет, и у нас уже почти 40 тысяч выпускников. Это те ребята, которые уже прошли обучение. И также у нас есть большое комьюнити, где IT-специалисты, там тоже разных уровней, делятся опытом, читают материалы, знакомятся, находят какие-то свои полезные связи. и общаются в целом на разные темы. Кто-то там даже работу себе находит. Это если говорить про цифры и про то, чем занимается компания. И здесь, на этом этапе, я уже буду передавать слово как раз про... передавать слово нашему преподавателю Евгению, который как раз и поделится с вами контентной частью. Так, сейчас я смотрю комментарии от Ильи. Хочется узнать что-то новое про написание DSL на Котлине, что-то не так, 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 не найти среди кучи однотипных статей в интернете. Класс, я думаю, что Евгений как раз сейчас прокомментирует и расскажет, будет ли что-то такое на нашем занятии. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Давайте приступать. Классное введение. Спасибо, Алина. Так, надеюсь, меня видно, слышно и видно мой экран. Если это так, поставьте, пожалуйста, плюсики в чатик. Пошли плюсики, это хорошо. Так, наша сегодняшняя тема это создание DSL на Котлине. Посмотрим несколько примеров. Посмотрим, попробуем сделать это самостоятельно. Меня зовут, не помню, Евгений. Последние, там, лет пять или шесть я работаю разработчиком микросервисов на Java и Котлине. До этого довольно долго писал на C++ для микроконтроллеров. А еще я преподаватель ряда курса вот, если что, мой телеграмм для связи. Соответственно, что нам сегодня предстоит? Поговорим про то, что вообще такое DSL, как они устроены, для чего нужны. Дальше вклиниться Алина с рассказом о курсе и программе обучения. Напоминаю, у нас сегодня все-таки открытый урок. То есть, его цель как-то рассказать вам, как проходит занятие на курсе. И дальше попробуем написать, например, JSON Builder, а если успеем, то еще и SQL Builder. Ну и в конце тоже слово Алине. Окей. Соответственно, цель этого вебинара это узнать, что такое DSL, как их строить, какие DSL вообще бывают, какие распространенные DSL есть на Котлине, ну и попробовать все это применить на практике. Окей. Соответственно, DSL это домен Specific Language. И если взять формальное определение, то это предметно-ориентированный язык. То есть, какой-то язык, специфичный для конкретной области применения. Это не язык общего назначения, на нем нельзя сделать все, что угодно, но зато удобно делать какие-то узкие вещи, для которых, собственно говоря, он и предназначен. Можете ли вы назвать пару примерчиков DSL, напишите, пожалуйста, в чатик. Что вам приходит в голову, когда мы говорим про DSL? Граил скрипты. Регулярные выражения. Да, все так. Ну и, собственно говоря, самый популярный это SQL. Structured Query Language. Это как раз вот язык специального назначения, заточенный под работу с данными. В реляционных BD. А вот сюда же относятся регулярные выражения, сюда же относятся какие-нибудь сложные конфиги, типа там конфигов NGIMX, а те же документы Latex можно назвать DSL, CSS можно назвать DSL, ну и так далее. То есть это какие-то узконаправленные, узкоспециализированные штуки, которые хорошо решают свою задачу, но которые не являются языком общего назначения. Идея заключается в том, что вот если у нас есть какая-то типовая задача, и мы под эту задачу разработаем свой язык, и разработаем его удачно, то это будет классно, и используя этот язык, мы сможем более удобно решать похожую задачу в будущем. Одно время был даже популярный такой термин, как Language Oriented Programming, Object Oriented Programming, это Language Oriented Programming. То есть, наверное, предполагалось, что на каждую задачу мы будем прямо делать отдельные языки. Но как-то оно в этом направлении не сильно пошло. То есть, не сказать, что вот под каждую задачу люди начинают делать язык, но некоторые как бы языки так и сделали. Если мы хотим сделать свой DSL, то какие у нас есть варианты? Ну, во-первых, мы можем пойти по тому же пути, по которому пошли, допустим, разработчики регулярных выражений, либо SQL, либо еще чего-то, и, собственно, придумать свой собственный язык. Придумать свой язык, дальше, видимо, сделать какую-то формальную грамматику, чтобы можно было этот язык парсить какими-то стандартными инструментами. Кстати, есть довольно много всяких штук, которые принимают на вход грамматику и выдают вам парсер для того языка, который вы эту грамматику описываете. То есть, ну, наверное, самое там на слуху это всякие бизоны с флексами, ну, это для CC++, вот есть там плай для питона, ну и так далее. Есть для GVM что-то похожее, подобным образом устроенное. Вот, то есть, с одной стороны, вы имеете полную свободу, потому что фактически вы можете придумать свой язык. Единственное там ограничение, это уложиться в тот класс языков, который поддерживает та грамматика, которую в свою очередь поддерживает парсер. То есть, есть разный вид грамматик, там, LL1, LR1 и так далее. И будем сюда углубляться. Вот, но возможности довольно широки. Собственно, любой современный язык программирования вполне себе такой грамматикой можно описать. Вот, и, соответственно, парсер под него сделан. Вот, с одной стороны, это как бы классно, это полная свобода, вы можете сделать все, что угодно. Хотите там оператор плюс-плюс-плюс или плюс-плюс-минус-минус или еще что-нибудь. Все как бы в ваших руках. А с другой стороны, это довольно большие трудозатраты. То есть, во-первых, придумать как бы непротиворечиво удобный язык довольно непросто. Во-вторых, придется для него там делать инструменты по его интерпретации, компиляции и так далее. В-третьих, IDE без каких-то доработок его поддерживать не будет. То есть, нужны будут плагины под какие-то популярные IDE, чтобы с этим было удобно работать. Ну, и так как это специальный язык, специального назначения, то его надо как-то, видимо, встраивать в текущие проекты. То есть, подключать какие-то плагины при сборке и как-то IDE учить, чтобы она в тексте, допустим, программа на Sharp распознавала ваш язык. Ну, и т.д. То есть, с одной стороны, как бы возможностей много, с другой стороны, все это довольно сложно. Часто идут по другому пути. Это взять какой-нибудь язык программирования, у которого есть богатые возможности, типа того же Groovy, который тут уже упоминали, или там Python, или там, допустим, Kotlin, ради которого мы здесь сегодня собрались, и на его основе, то есть, используя его механизмы, методы, классы, какие-то функции специальные и так далее, сделать что-то, что, ну, скажем так, удобно описывает ту задачу, которую вы хотите решать. Такое очень невнятное определение. Ну, я не знаю, как это сформулировать лучше. То есть, с одной стороны, то, что вы сделаете на этом языке программирования, это просто будет, ну, какая-то библиотека, да. Но это будет библиотека, которая будет выглядеть не как обычный код на этом языке программирования, а как либо что-то, что уже есть в какой-то другой области, допустим, там, не знаю, HTML, например, или тот же самый SQL, или еще что-то. То есть, вы как бы пишете код на Kotlin, который мимикрирует, ну, в кавычках, мимикрирует под HTML, или под SQL, или под регулярки. Ну, под регулярки, конечно, очень сложными мимикрировать на Kotlin. Ну, как бы, вот идея примерно такая. То есть, как бы, минусы здесь очевидны. Вы ограничены теми возможностями, которые дают язык программирования. То есть, мейнстримовые языки программирования не позволяют обычно вводить какие-то новые грамматические элементы. Ну, был такой Немерл, может быть, кто-то слышал, но как-то давно про него ни слуху, ни духу. В Скале есть всякие возможности по созданию собственных операторов. Вот, ну, допустим, в том же Kotlin можно просто перегружать имеющиеся операторы из чуть более ограничивающего списка, чем все поддерживаемые, но тем не менее. И, собственно говоря, почти все. То есть, там условно оператор плюс-минус, плюс-минус вы сделать не сможете. Вот. То есть, возможности у вас, конечно, поменьше. А с другой стороны, в принципе, то, что вы делаете, это обычная библиотека. Соответственно, текущие IDE вполне ее будут поддерживать, как любой код на этом языке программирования. Не нужна никакая отдельная фаза сборки. То есть, это обычный код на языке программирования. То есть, его понимает там компилятор, интерпретатор и так далее. И реализовать это довольно просто. То есть, порог ухождения низкий. То есть, с одной стороны, возможности ограничены, с другой стороны, как бы, можно взять и сделать, потратить в ней слишком много времени. И вашим поделиям, скажем так, будет удобно пользоваться. В том плане, что не нужны какие-то дополнительные инструменты. Просто вы подключаете к библиотеку, и вы в своей программе можете использовать какой-то чужой DSL без настройки сборки и тому подобного. Окей. Давайте посмотрим несколько примеров. Ну, иногда DSL на Котлине называют даже всякие там перегрузки оператор. То есть, условно, вот есть коллекция и джавовый способ добавить элемент в коллекцию это позвать метод это. Да, в Котлине перегрузили оператор плюс равно, соответственно, можно добавлять элементы в коллекцию вот таким вот образом. Ну, или, допустим, там стандартная перегрузка оператора квадратной скобочки, которая позволяет работать со словариком, с ассоциативным массивом, как с обычным массивом, да, не вызывая метод кут. Вот, то есть, мы можем перегрузить некоторые операторы и, соответственно, получить то, что нам надо. А, еще одна прикольная штука, которая используется, ну, скорее, как средство для построения DSL в Котлине, это, по-моему, как же это формально-то называется? Деконстрактинг, по-моему. Когда мы, ну, вот такая форма записи, когда мы обращаемся, как бы, к свойствам некого объекта, как бы разбирая этот объект на составляющую. То есть, вот у нас есть некий класс Point, у него есть XY координата, к ним можно достучаться вот таким вот образом, по-first, по-second, как обычно. А можно достучаться вот таким вот образом. То есть, вы, как бы, этот объект разбираете на составные части. А вот подсказывают деконстрактинг. Ну, да. Что-то у меня такое в голове крутилось. А вот, соответственно, формально, это просто перегрузка, ну, некого специального оператора, скажем так. То есть, вы можете свой класс выставить, позволить с ним работать вот таким вот образом. Еще одна фича Котлина, которая часто используется при построении деселей, мы можем, когда вызываем метод, и этот метод принимает лямбду, то мы можем, это лямбда последний аргумент, то мы можем опустить вот эти вот круглые скобки. Таким образом, запись выглядит вот примерно так, как здесь на второй строке. И это, собственно, похоже на какую-то обычную конструкцию языка. Да, ну, представьте себе там какой-нибудь while или for, а вот какая-то конструкция for each. Да, то есть, вот отсутствие вот этих круглых скобочек, они делают это, ну, не сильно отличимым от какой-то готовой языковой конструкции. То есть, мы как бы блок кода просто указываем после названия метода. Вот, по факту, это обычный метод, то есть, круглые скобочки можно и оставить. Вот, можно сюда передать какие-то другие параметры. Но последний параметр, если это лямбда, то его можно вынести за круглые скобки. Получается, ну, довольно прикольно. И писать чуть меньше. Еще одна штука, которая есть в Kotlin, это так называемые infix-ные функции, которые позволяют писать вот таким вот образом. То есть, мы как бы вместо вот такой формы записи, когда мы пишем объект, точка, название метода и в скобочках аргумент, пишем вот таким вот образом. Первый аргумент, потом название метода, потом второй аргумент. Круглых скобочек нет, круглых скобочек нет, запятых нет и так далее. Работает это только с двумя параметрами, называется infix-ная функция. Следующая вещь, которая очень часто применяется для DSL, да и не только для DSL, так называемой extension функции, это возможность добавить функцию в какой-то чужой класс, скажем так. Ну, в кавычках добавить, потому что на самом деле она никуда не добавится, но вызывать ее можно, как будто бы она была добавлена. То есть, вот, допустим, есть какой-то стандартный список, а я сюда добавил как бы метод first, да, но это моя собственная функция, которая просто можно вызвать вот таким вот образом, да, то есть сначала список, потом точка, потом вот моя функция first. Фактически это просто функция, которая принимает этот самый список, то есть она может работать с публичным API списка, ничего дополнительного делать не может, доступа там к приватному API списку у нее, понятное дело, нет, потому что это моя функция, да, не библиотечная, но тем не менее получается, что вот есть список, и я в него добавил функцию. Точно так же можно добавить свой метод куда угодно, в какой-то чужой класс, в стандартный класс, в string, во что, ну, как бы во все что угодно. А вот штука прикольная, потому что позволяет как бы, ну, расширять, ну, опять же немножко в кавычках расширять, да, потому что формально-то вы ничего не расширяете, но тем не менее, расширяйте API чужих классов, а также своих собственных классов, если неохота туда внутрь лезть и как-то их переделать. Есть такой open-closed принцип в Solid, да, который как раз удобно в Котлине реализовывать с помощью экстеншенов. Окей, давайте посмотрим несколько готовых DSL, которые есть в Котлине и в его экосистеме, ну, и, собственно, наверное, самое популярное, с чем вы сталкиваетесь практически сразу, как только создаете Котлинский проект, это Котлин Gradle DSL. Gradle, если кто не знает, это билд-система, например, есть Maven, есть Gradle, есть SBT, когда-то был Make, сейчас никуда не делся. А вот, соответственно, изначально для Gradle конфигурации записывались с использованием Groovy, но в какой-то момент они поддержали Котлин. Выглядит это примерно следующим образом. Фактически это программа на Котлине, то есть Gradle, это некая, ну, скажем так, библиотека, которая вам дает какой-то API, и этот API позволяет вам писать вот таким вот образом. То есть чем-то это, ну, по крайней мере в таком виде, похоже на какую-то продвинутую конфигурацию. То есть вы пишете просто вот конфигурацию того, как будет проходить билд, дальше запускается билд-система, и в соответствии с этой конфигурацией, собственно, осуществляет билд. Но при этом сюда можно вставлять какие-то элементы Котлина, циклы, переменные, условия, функции, ну и так далее. Еще один DSL того же рода, это TeamCity DSL. TeamCity это такой инструмент для CICD, для сборок на строении сервера, и, собственно, процесс pipeline, как бы, что должно происходить при такой сборке, вы описываете с использованием вот такого DSL. Фактически это тоже Котлин, то есть некая библиотечка, которая тут как бы подключается прозрачно, и дальше вы используете API, это библиотечка. Ну, если присмотреться, и здесь, и здесь, вот уже знакомые нам элементы, то есть вот Project, да, и тут сразу фигурные скобки. Можно догадаться, что Project это функция, которая принимает лямбду. Да, вокруг лямбды мы можем, если она является последним параметром, мы можем фигурные скобки не ставить. Да, buildType тоже лямбда, ID, видимо, функция, ну и так далее. То есть вот те элементы, про которые мы говорили раньше, здесь активно применяются и позволяют писать вот в таком вот стиле. Опять же, в таком виде это похоже просто на некую конфигурацию, но здесь вполне можно использовать там все элементы языка Котлин, функции, классы и тому подобное. Илья спрашивает или утверждает, можно так property добавлять. Можно, но только как бы вычисляемые. То есть добавить там новые данные в стринг вы не сможете. Но добавить какой-то property, который будет просто вычисляться на лету, да, сможете. Окей. Соответственно, каковы плюсы и минусы использования DSL? Ну, во-первых, это прикольная штука. То есть мы программисты, мы любим все прикольное. И как бы сначала написать какую-то библиотечку, а потом сделать для нее обертку, чтобы ей можно было удобно пользоваться. Ну, почему бы и нет. Если DSL хороший, то он легко читается, им удобно пользоваться, и как бы он провоцирует меньше ошибок и т.д. С другой стороны, на это все надо тратить время. Если DSL неудачный, то пользоваться неудобно. Иногда возникает вопрос, что имел в виду автор. То есть нужна какая-нибудь документация, хотя бы примеры использования, чтобы понять, как автор себе этого видел. Иногда возникают всякие нюансы с множественным ZIS, потому что, ну, вот здесь, когда мы передаем лямбду сюда, то фактически эта лямбда является экстеншеном. И DE нам подсвечивает, что здесь появляется некий ZIS. И получается, что вот здесь, допустим, внутри build-type, то есть вот в 13-й строке, у нас как бы два ZIS. Первый ZIS — это вот этот project, а второй ZIS — это вот этот build-type. Внутри, допустим, вот этого WCS 16-й строки у нас появляется еще третий ZIS. И когда мы там вызываем какое-то свойство или какой-то метод, не всегда понятно, как бы, к какому ZIS он относится. Есть инструменты, как блокировать как бы ненужное протекание ZIS извне. Ну, про это сегодня немножко поговорим уже на этапе практики. Окей. Соответственно, такая как бы первая часть у меня на этом и все. Сейчас снова подключится Алина, и после ее слова мы продолжим уже с практикой. Скажем так, попробуем сделать свой собственный DSL-чик. Спасибо большое, Евгений. Ребята, если есть какие-то вопросы или они еще сейчас возникнут, то вы, пожалуйста, тоже их пишите. А Евгений, если что, после моего рассказа про обучение потом прокомментирует. Так, сейчас я запущу демонстрацию своей презентации. Все ненужное уберу с экрана. Так, да, сейчас должно быть видно. Я сейчас расскажу вам немножко про сам курс и расскажу про то, как проходит у нас обучение. Обучение здесь имеется в виду не только этот курс, но и этот курс, и в целом, как проходит обучение. Хорошо. Если говорить про сам курс, как раз которому и посвящено наше сегодня открытое занятие, то на этом курсе вы как раз можете узнать, как разрабатывать гибкие и высокопроизводительные серверные приложения на языке, как вы уже догадались, Котлин. Что еще здесь такого интересного? Преподаватели на вебинарах вам покажут пример того, как разрабатывается проект Marketplace от идеи и постановки задачи до конечного решения. Что еще здесь интересного? Здесь можно посмотреть еще про то, чему вы здесь научитесь на этом обучении, то есть это и использовать язык Котлин для разработки серверных приложений и создавать приложения для разных платформ с помощью Котлин. Дальше. Ту-ту-ту. Ну, здесь на самом деле очень много такого всего написано. Давайте сейчас я частично посмотрю, что здесь еще интересного есть. Проектировать архитектуру приложений, применяя модульную разработку, внедрять в приложение элементы BI, чтобы получать аналитические отчеты по функционированию бизнес-процессов. И еще очень-очень много всего, что здесь написано. Еще про такую особенность расскажу, что пока вы читаете то, что написано на слайде, легендой курса является разработка стартапа, потому что здесь в рамках как раз легенды этого курса будет обсуждаться реализация экстремальных проектов, в которых сочетается высокая неопределенность и жесткие ограничения по времени и ресурсам. Это как раз про то, что в работе всегда есть какая-то неопределенность, и здесь тоже это все учитывается. Плюс за время обучения вы сможете разработать свой собственный проект для портфолио, если вы только... Как раз я видела, что есть среди вас те, кто только хочет начать в пути получить свой первый оффер. И как раз это обучение вам сможет в этом помочь, потому что у вас, по сути, будет уже свое портфолио, которое будет состоять из кейса. Плюс, если вы уже работаете, например, но хотите изучить, допустим, этот язык или уже есть какая-то, допустим, первичная работа на этом этапе, то вы можете для выпускного проекта как раз, да, то есть у вас последний месяц будет посвящен тому, что вы будете работать над своим собственным проектом, нарабатывать свое такое портфолио. И если вы уже работаете, то вы можете взять свои реальные рабочие задачи, и это тоже окей, да, то есть можно какую-то свою идею развить, и это тоже окей. Ну, либо если нет каких-то кейсов, нет мыслей, то мы всегда предоставляем возможность взять учебное задание, то есть мы к этому тоже готовы. Что еще? Здесь можно увидеть как раз про информацию про заработные платы, это если вы еще не работаете, то есть здесь можно как раз увидеть цифры, сколько зарабатывает в Москве в среднем middle специалист, middle plus специалист и senior специалист. Ну и, конечно, информация про то, что актуальные вакансии всегда есть, их достаточно, особенно для опытных ребят. Что еще? Что еще? Рассказываю дальше. Программа курса. Из чего состоит программа курса? Здесь вы можете увидеть темы, которые включает курс, то есть это и введение в Kotlin, и расширенные возможности Kotlin, подготовка к разработке и так далее. И здесь, опять же, заканчивается все как раз такой проектной работой. Последний месяц он будет посвящен именно этому. Здесь больше такая верхнеуровневая программа, но дальше я вам еще отправлю ссылку на лендинг, и как раз там вы сможете раскрыть каждый из этих пунктов и почитать подробнее, если какая-то тема вас, допустим, заинтересовала. Что еще из интересного? Здесь вы можете увидеть преподавателей курса. Здесь есть интересные ребята, здесь можно увидеть у некоторых, где они работают, но точно можно увидеть, кем они работают, у тех, у кого не написано. Не всегда можно говорить, где ты работаешь, по правилам разных компаний. Но, опять же, если говорить про преподавателей, эти ребята имеют практический опыт и делятся своими реальными кейсами, потому что опыт у них большой. И про каждого из них можно тоже на нашем лендинге прочитать после того, как я вам отправлю ссылку. Что еще? Про процесс обучения вам тоже расскажу. Если говорить про процесс, то все обучения у нас проходят в живом формате. У нас не предзаписанный курс. Почему? Потому что постоянно на рынке все меняется, меняются требования к IT-специалистам, постоянно что-то новое появляется. И мы как раз за такой подход, что наши ребята в таком живом формате делятся своими знаниями и учитывают те изменения, которые происходят на рынке и требования работодателей. Почему? Потому что они знают, что меняется, они сами работают в реальных компаниях, и вам как раз эти знания передают. Обучение проходит по вечерам, два дня в неделю. Сейчас не помню по дням, но если важно вам, то найду эту информацию. На лендинге эта информация есть. И если вдруг вы пропускаете какое-то занятие, то вы всегда можете к этому вернуться, потому что все записи у нас есть, и они у вас остаются навсегда. По каждому домашнему заданию вы получаете развернутую обратную связь от преподавателей. И если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы по обучению, по домашнему заданию, вы это тоже можете всегда спросить в чате, и наши преподаватели с удовольствием вам ответят на ваши вопросы. Есть еще время на обучение, здесь указанное на слайде. Это про то, сколько времени вам нужно будет точно учесть в своем календаре, чтобы запланировать, чтобы не было для вас с таким сюрпризом, потому что, да, два раза в неделю у нас обучение, полтора часа длится одно занятие, и это уже три часа на обучение. Плюс 4-8 часов у вас будет уходить на домашнюю работу. Это тоже, пожалуйста, учитывайте, ну, потому что без практики не научиться. Здесь ни для кого не секрет, что информации ее очень много. Ее очень много на Ютубе, в открытом доступе очень много информации. Ценность именно наших курсов в том, что, во-первых, мы делимся реальными кейсами, да, потому что наши преподаватели те люди, которые работают в компаниях. И второе, мы для вас уже собрали эту информацию, мы структурировали, то есть вам не надо тратить время на поиски, вы уже забираете готовый контент. И плюс это все делаете в таком практическом формате, потому что, опять же, просто послушать, просто прочитать, этого много, много везде. А у нас вы именно учитесь на практике это все делаете. Что еще? Если вдруг вы уже были на наших обучениях, то всегда мы готовы вас видеть и будем рады видеть вас снова, потому что наши программы обучения, они всегда обновляются. То есть каждый запуск там появляется что-то новое, что-то интересное для вас. Здесь как раз есть QR-код на лендинг, можно по нему пройти и там прочитать более подробно про программу, но еще сейчас я вам в чат ссылку продублирую, чтобы вы там тоже могли найти информацию, которая вам нужна, потому что там вся подробная информация есть про этот курс. Сам курс стартует 29 ноября. Его длительность 5 месяцев, и, как я уже говорила, последний месяц будет посвящен вашей проектной работе. Поэтому, если вы хотите изучить Котлин, мы будем очень рады видеть вас на нашем обучении. Так, кажется, что здесь все. В конце еще я поделюсь с вами приятным бонусом, а пока давайте вернем Евгения. Евгения, если здесь, то можно отключиться. Да, я снова с вами. Давайте продолжать. Давайте еще раз в плюсике, если меня видно, слышно и виден экран. Окей, здорово. Хорошо, что была вставка, потому что я вспомнил, что забыл показать, потому что это у меня на соседних вкладках было. Так вот, я хотел показать еще два дцеля. Первый дцель это из доки на Котлин. Это часть библиотеки. Ну, не уверен, что стандартные, по-моему, как надо подключать, но не суть. Соответственно, эта штука позволяет... Так, как мне-то ссылка? Ну, ладно. Пойдет-то такая. Она позволяет описывать HTML вот в таком вот виде. То есть, это фактически код на кодлинье. То есть, все это методы, классы и так далее, которые позволяют писать вот так вот. И чем-то это прям сильно похоже на HTML. А вот, ну, за исключением вот этого ведущего плюсика. К сожалению, ведущий плюсик необходим и, к сожалению, если его забыть, то как бы ошибок не будет, однако работать тоже не будет. Вот. Ну, и здесь свои минусы. Вот. Ну, например, вот пример ссылки, пример абзаца и так далее. Окей. И второе, что я хотел показать, это кторм. Это такой форм для кодлина, который позволяет как бы писать что-то вроде искать запросов вот на таком вот DSL. Да, то есть, опять же, если прищурить один глаз, то это немножко напоминает SQL. То есть, они попытались как бы сделать что-то SQL подобное, чтобы, если человек знает SQL, хотя бы базово, то он мог читать вот это вот. Ну, и что-то у них получилось. Конечно, порядок пришлось поменять. и как бы вот здесь, допустим, Gritter вместо больше либо равно, но как бы везде есть нюансы. То есть, свои ограничения есть, но зато как бы можно писать вот в таком стиле. Конечно, до Sharp'а с его линком нам не дотянуться, но шаркисты как бы сделали нечестно, они внесли правки в сам язык. Вот, а Kotlin в язык правки не вносил, но зато позволяет стандартными средствами делать вот что-то подобное. Зато в Sharp'е свой аналог линка вам не делать, а в Kotlin'е свой аналог вот такой записи вполне себе. Окей. Давайте уже. Так, Александр говорит, что это больше билдер, чем DSL, и Александр, конечно, прав, но здесь как бы тонкая грань. Вообще, в Kotlin'е довольно часто билдеры тоже называют словом DSL. Так почему-то сложилось. Ну, как бы не совсем это билдер все-таки, мне кажется. Сюда вложили довольно много усилий, чтобы это напоминало как-то SQL, и что-то у них получилось. Ну, тут надо как бы понимать, что DSL, когда вы пишете на каком-то языке общего назначения, вы не совсем свободны. Вы сильно ограничены теми конструкциями, которые вам дают язык. Вот, в этом есть свои плюсы, но в этом есть и свои минусы. Окей, давайте попробуем сделать такой билдер своими руками. Собственно говоря, допустим, мы хотим JSON-чик формировать вот примерно таким образом. как нам этого добиться? Собственно говоря, давайте добиваться. Окей, начнем с того, что пишем структуру для JSON, набор классов, которые нам позволят создавать объекты 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 JSON-а. Я буду, скажем так, копипастить кусочками и немножко писать, достаточен ли размер шрифта или надо сделать побольше. Поставьте плюсик если ок и минусик если не видно. значит для начала нам нужно создавать какие-то объекты, то есть нам нужен какой-то класс, в котором будет храниться JSON, соответственно давайте сделаем такой класс. Назовем его JSON. Значит что такое JSON? Это массив, это хэш объект, да, и иногда под JSON-ом понимает даже отдельное число или там строку, не помню что там по стандарту, может быть кто-то подскажет является ли условно 42 корректным JSON-ом или все-таки корневая штука должна быть словариком или массивом. Соответственно давайте считать что является и у нас внутри этого JSON-а лежит какое-то значение и потенциально даже ну давайте этот факт выразить. соответственно что такое JSON-вылью это интерфейс потому что у нас это может быть число это может быть строка это может быть массив это может быть объект или хэш то есть давайте сделаем интерфейс это будет просто маркерный интерфейс маркерный в том плане что у него не будет методов и все классы реализующие этот интерфейс будут объявлены у нас в этом же модуле соответственно давайте пометим этот интерфейс как SELECT SELECT означает что извне реализовывать этот интерфейс нельзя все наследники должны быть определены прямо здесь соответственно давайте поопределяем наследников ну собственно говоря например начнем с номера и сделаем класс JSON-нumber который будет как несложно догадаться хранить номер к счастью в котле как и в джаве есть соответствующий класс в который можно положить любое число то есть это базовый класс для любого числа как встроенного там типа int double так далее так и какого-нибудь big decimal ну и реализуем наш интерфейс JSON-вэль вот соответственно похожим образом сделаем boolean string array и object соответственно элементы массива это JSON-value причем возможно null-label соответственно будет список JSON-value список будет иммутабельным и аргументы object это словарик ключиком словарика является string а значением словарика является тот же самый null-label JSON-value вот собственно говоря вот как бы мы описали набор классов для хранения нашего JSON-а и теперь мы можем используя обычное средство языка просто создавать такие объекты ну давайте попробуем создать например то что у нас так было на слайде ну допустим JSON корневой объект а дальше у нас будет что JSON-object так что-то у меня идея начала тормозить нехорошо который должен получить словарик ну давайте это набирать целиком не буду ну и конечно так прям не прокатит потому что нам нужно вот это превратить в стринги а вот это превратить в номер вот то есть как-то вот так мы можем создавать наши объекты не сильно это классно выглядит конечно но доступно прямо с коробки без написания чего будто ни было если это отформатировать то уже как-то более-менее окей в принципе вот то что мы создали в рантайме будет использоваться именно оно ну то есть там какие-нибудь методы которые мы напишем для оперирования с этим джейсоном они будут использовать вот такие вот объекты то есть если мы хотим как-то более удобно это строить тогда нам нужен вот какой-то билдер если мы это создаем пару раз то как бы можно вот этим вот и ограничиться обязательно чтобы был дата-класс спрашивать Николай нет не обязательно совершенно просто дата-класс из коробки дает некоторые дополнительные преимущества например у него реализован метод toString реализован метод toString и хэш-код ну то есть ошибки-то не будет просто дальше этими классами будет менее удобно пользоваться вот дата-класс в котле не это некий аналог рекорда в java или ламбоковской аннотации дата например вот то есть класс каким-то реализованным уже функционалом окей пусть остается дата соответственно давайте теперь собственно перейдем к написанию билдера который позволит нам удобно такие объекты создавать они вот таким вот образом и собственно у меня уже написаны тесты я их начну раскомментировать и делать так чтобы они собирались то есть для начала я хочу иметь возможность писать вот таким вот образом мы с вами уже видели что вот это вот это скорее всего просто метод который принимает лямбду тогда у нас будет вот такая вот запись соответственно давайте такой метод сделаем то есть это просто глобальный метод который принимает лямбду внутри этого метода мы хотим чтобы у нас был например метод number но снаружи метод number нам не нужен то есть я не хочу чтобы работала вот так вот но я хочу чтобы работала вот так как такого добиться ну простейший вариант это чтобы эта лямбда была экстеншном относительно чего-то у чего будет метод number то есть лямбда в котлене тоже может быть экстеншном относительно чего-то принимать каких-то параметров она не будет и возвращать будет юнит и соответственно вот этот наш метод джейсон будет возвращать наш класс джейсон окей соответственно давайте вот этот xxx назовем джейсон value builder и это должен быть класс и если мы так напишем то здесь у нас уже красного станет поменьше то есть вот я не знаю сколько вам видно вот это светло-серое на темно-серое но здесь не идея подсвечивает что вот этот лямбда получается джейсон value builder вот ну и дальше надо вот этого джейсон value builder сделать метод number давайте такой метод сделаем пусть он пока ничего не делает вот и соответственно код у нас стал компилябельным но однако работать оно понятное дело не будет дальше надо чтобы это все заработало чтобы вот здесь вот у нас ушли ошибки ну наверное самое простое самое простое это реализовать метод джейсон джейсон с маленькой буквы собственно говоря мы должны вернуть джейсон как несложно догадаться а джейсона мы должны передать мы должны передать джейсон value откуда нам взять джейсон value ну например мы сделаем у нашего билдера метод build builder нам намекает что он что построит соответственно давайте сделаем метод build который будет возвращать джейсон value тогда мы должны вызвать метод build у билдера откуда нам взять билдер ну очень просто давайте давайте его создадим джейсон value builder и здесь мы скажем builder build ну понятное дело мы создали пустой builder вызвали метод build пустого билдера получим мы очевидно какой-то пустой объект то есть нам этот билдер нужно еще инициализировать как-то наполнить чем-то и за наполнение отвечает как раз вот это лямбда блок которую мы сюда передали то есть этот метод блок надо вызвать ну и давайте проделаем он является экстеншеном то есть вызывать его можно вот таким вот окей собственно говоря вот наша функция джейсон хорошо так дальше нам нужно реализовать метод билд и давайте мы его так метод билд джейсон биля так давайте я только немножко переделаю иначе у меня потом не состыкуется с тем что я запланировал да давайте делаем так что билд у нас будет возвращать джейсон а не джейсон бильд соответственно здесь мы вызываем это вот то есть джейсон мы оборачивать не будем потому что это обернет сам этот билд окей окей соответственно дальше мы хотим чтобы вот когда мы здесь позвали метод номер этот номер но вообще что мы хотим чтобы здесь получилось мы хотим чтобы здесь получился видимо джейсон чик из одного числа а то есть вот чтобы значение да чтобы вот эта штука была фактически оберткой над джейсон номер чтобы value этого джейсона был номер и чтобы значением этого номера было число 10 то есть нам нужно чтобы вот этот вот вызов этого метода номер как-то это вы взял и куда-то бы его сохранить и потом метод build это бы использовал окей соответственно давайте мы это вылью прикопаем и тогда метод build нам что делает возвращает джейсон относительно джейсон номера который получает вот этот самый который у нас является ну и соответственно давайте пока согрешим и подставим два восклицательных знака то есть скажем компилятору что мы знаем что эта штука не будет равна ну вот соответственно то что мы написали оно как бы не совсем хорошо и корректно но конкретно данный тест по идее у нас должен сработать давайте в этом убедимся а потом пойдем записывать дальше он прошел ура но как бы не совсем здорово потому что если например мы сделаем вот так вот то мы получим какой-то ну по интеркс прежде всего и вот мы его словили это как бы не здорово соответственно давайте теперь немножко все дело улучшать значит во-первых во-первых мы будем строить элементы то есть когда мы говорим джейсон у нас там может быть внутри например число может быть там строка может быть объект может быть массив а у всего этого могут быть какие-то вложенные объекты давайте сделаем то есть мы как бы не знаем что именно мы будем строить поэтому давайте вот builder сделаем абстрактным классом то есть не будем у него реализовывать метод build или вообще метод build отсюда уберем сделаем его базовым классом и сделаем отдельные билдеры для массива для хэша и так далее соответственно давайте этим займемся и сделаем для начала builder для хэша который будет наследовать от нашего json value builder в котором будет метод build который будет возвращать что он будет возвращать он будет возвращать json object соответственно чтобы построить json object создать json object нам нужен вот это вот вот это вот словарик соответственно мы должны этот словарик где-то заиметь и так как builder будет словарик наполнять то словарик должен быть мутабель то есть это будет mutable map ok дальше когда мы вызываем вот эти вот методы там number string и так далее они должны наполнять вот этот вот словарик один из способов это организовать это сделать внутри нашего value builder некий setter который будет вызываться при вызове каждого вот такого метода давайте такую штуку сделаем то есть setter это лямбда которая принимает json value ну и что-то с ней делает ничего при этом не возвращает соответственно каждый вот такой метод number и так далее он будет данный setter vz ok давайте это сделаем вот метод number ну и давайте сразу сделаем парочку других методов например string или например bull кстати еще один более краткий способ записать тело методов кодлине это просто поставить равенство вот соответственно давайте таки попробуем сделать создадим глисон bullion от нашего value и применим наш setter для этого есть удобный метод apply который можно вызвать из чего угодно и которому мы передаем вот ту ламду или тот метод который нужно которому нужно скормить вот это вот значение вот вот это все мы тоже можем написать в таком стиле просто как бы для примера окей нам понадобится еще метод для построения хэша и массива чуть попозже их напишу давайте вернемся к нашему object builder соответственно нам нужно к object builder так нет давайте немножко не так сделаем давайте все-таки пойдем по тесту так значит нам нужно чтобы вот этот тест у нас с вами продолжил работать окей соответственно мы должны с вами дописать вот эту функцию джейсон которая у нас поломал builder мы да она у нас получается создает джейсон чик из того элемента как бы который мы ей скормим таким образом у нас добавляется джейсон builder который наследует от того же самого джейсон вали builder да кстати здесь еще круглые скобочки нужно и нужно его пометить как опыт ну можно кстати пометить как сил потому что все наследники у нас будет здесь наследовать из него снаружи нам не требуется окей соответственно наш джейсон builder будет прикапывать value и ему нужно передать в базовый класс сеттер точнее этот сеттер установить ну давайте это и проделай окей то есть джейсон builder value хранит сеттер в базовом классе устанавливает при вызове любого вот этого метода базового класса мы просто ну фактически то значение которое мы сюда передали преобразуем обернем в то что нам надо для джейсона и запишем фактически вот сюда то есть будет вызван этот сеттер который это значение сюда сохранит а вот дальше реализуем метод build который собственно говоря она вернет джейсон вернул воля и теперь мы вот здесь вот этот билдер позовем позвони так что у нас еще сломалось у нас сломался вот этот метод build который мы пока закомментировали тест у нас должен пройти и мы получили что-то что как бы готово к дальнейшим расширения соответственно наш следующий тест это добиться собираемости вот такого кода то есть мы теперь создадим джейсон из одного массива синтаксис вот такой вот что у нас тут сразу не работает ну во первых нам нужен метод нил который нам создаст нулевой нуловый объект в нашем джейсоне давайте такой метод сделаем так куда мы его добавим мы его добавим куда-нибудь вот сюда вот то есть он вызовет сектор относительно нула вуаля дальше нам нужен array array очевидно должен это должен быть метод json валибилдера то есть мы в нем делаем метод array который как несложно догадаться из этого синтаксиса принимает лямбду эта лямбда должна быть экстеншеном чтобы внутри у нас работали вот эти вот методы number нил и стринг и она должна быть экстеншеном от билдера массива который мы назовем json array builder а в остальном конструкция то же самое делает ровно то же самое соответственно что этот метод делает он нам конструирует json array точнее он нам конструирует json array builder который надо написать чтобы у нас что-то работало чтобы у нас работал автокомплет дальше применяет относительно него нашу лямбду давайте используем более короткую форму записи вот такую через apply и дальше нам нужно позвать наш сектор передав туда собственно наш передав туда результат нашего билдера то есть сделав что-то вот такой чтобы все это забилось заработало нам нужно дописать наш json array builder реализуем здесь метод build метод build у нас будет возвращать json array так как мы строим массив ну и собственно говоря это json array будет браться просто из тех значений которые мы в этот массив запихаем значение нам нужно где-то хранить соответственно заведем списочек где они будут храниться списочек будет мутабельный потому что он будет пополняться по мере вызова соответствующих методов и элементы этого списочка будут json value ну и вот дальше мы просто создадим json array и скорым сюда вот этот самый список ну и чтобы это все работало нам нужно инициализировать сеттер в базовом классе все что перед передадут этому сеттеру нам мы просто сохраняем в нашем списке то есть вызываем метод это у нашего списка то есть по мере вызова вот этих вот методов все это будет падать в этот список ну и когда мы позовем build то мы из этого списка получим json array а вот и метод array возьмет вторые и снова передаст сеттеру уже не вот этому а какого-то другого билдера окей соответственно когда я это сделал у меня во-первых код побелел ушли ошибки во-вторых в результате у меня должен создаться джейсон чик в котором будет лежать массив в котором будет содержаться вот то что мы этому массиву передали то есть number new и вот этот вот стринга давайте запустим убедимся что ничего не сломалось все прошло все классно следующее это собственно говоря создание хэш объекта то есть словарика здесь используется новый метод общ который получает лямбду внутри которой у нас вот такие вот пары через как мы уже знаем инфиксный метод создается видимо ключ и значение ну и дальше добавляется в наш объект который мы вот здесь вот инициализирует соответственно чтобы у нас все это дело побелело нам очевидно нужен метод общ в нашем джейсон в или билдер давайте этот общ добавим ну и общ наш будет реализован примерно так же как реализован array то есть он получит ну собственно давайте даже это все с копипастем и аккуратно подправим то есть если array получал array builder то эта штука получит наверное object builder она создаст пустой builder применит относить на него блок вот эту лямбду дальше вызовет метод build и дальше скорбин все это дело сеттер окей осталось реализовать метод build в нашем джейсон обжект билдере метод build у нас тут закомментирован давайте его раскомментировать значит что мы здесь должны сделать мы должны вернуть мы должны вернуть джейсон object то есть джейсон object и передать сюда value вот ну или более короткая форма записи она выглядит примерно вот так и тип в таких случаях можно убрать и получить еще более короткую форму которая выглядит вот так окей соответственно у нас здесь код побелел но на самом деле работать оно не будет потому что сейчас вот это ту это просто встроенная в котле функция которая создает пару вот то есть на самом деле если запущу ту пару то у меня тут посоздаются но в наш объект они никоим образом не получится то есть если сейчас запущу то тест упадет я надеюсь потому что состав вот этого джейсона ну собственно будет пустой объект пустая мапа а не мапа наполненная вот этими всеми конструкциями окей соответственно давайте же сделаем так чтобы это работало ну и нам просто нужно реализовать метод ту как член нашего джейсон object builder при этом ту должна быть инфиксным методом ну давайте такое сделаем инфикс фан левым аргументом у нас всегда является строка инфиксный метод в котлене должен всегда является экстеншеном относительно своего первого аргумента то есть вот такое требование языка ну а вторым элементом у нас является наш джейсон вэлью и что эта штука должна делать она просто добавляет в вот в этот вот словарик то что она получила так что не так что не так джейсон вэлью инфикс нужно сделать новый был да наверное так что не так что-то я не соображу а вы сообразить сообразите что не так а если сделать вот так вот а вы то у нас здесь это string то есть лучше тогда сделать вот таким вот образом дать в разное название можно было сослаться на вы джейсон билдера вот таким вот образом но конечно синтаксис мягко говоря такой себе поэтому лучше название дать разные тогда будет вполне себе нормально окей здесь у нас есть еще вот такая конструкция когда мы ту передаем просто номер не вызывая там метод номер соответственно давайте сделаем поддержку таких штук то есть пусть у нас здесь будет номер номер и пусть у нас будет здесь string ну еще хорошо бы болиан да но давайте что-то ставим для улучшений ну вот соответственно по идее все у нас нормально и по идее все должно работать давайте запустим и проверим нет все сломалось точнее все не починилось так у нас добавился а но не добавилось все остальное почему так получилось потому что у нас здесь по-прежнему зовется зовется встроенная функция а так происходит потому что наш array должен возвращать должен возвращать джейсон array то есть лучше его написать вот таким вот образом но также все остальное тоже так номер сектор номер else так как бы это лучше написать лучше написать это вот таким вот образом то есть нам надо то есть нам надо чтобы каждый из этих методов возвращал обернутый этот самый обернутое значение в наш наш джейсонский класс вот соответственно простой способ в одну строчку это сделать в одно выражение это сделать это вот такой вот такой вот синтез так то же самое для нила дальше у нас array мы написали и опч мы написали давайте запустим теоретически должно заработать но нет так у нас добавился а у нас добавился бы но у нас не добавился c почему у нас не добавился c кто-то у нас не то с обжим а потому что я забыл здесь убрать здесь убрать да вот теперь точно нужно вот воля заработала давайте запустим все остальное все остальное у нас тоже заработал вот но что-то вот такое вот можно как бы по улучшать дальше поддобавлять всякий сахарок еще чтобы работали какие-то более короткие формы записи по улучшать методы вот но мы это оставим как бы для самостоятельного изучения что здесь еще надо сказать то что у нас есть такой момент как протекание вис то есть вот здесь вот внутри обжа у нас доступны какие-то методы джейсон были билдера то есть у нас вот внутри обжа вот в этом месте два раза вот этот выезд и вот этот на самом деле еще вывез вот этого класса но ладно мы его пока замнем то есть если бы у вот этого вот джейсон были билдера были бы какие-то условно уникальные методы которых не было бы вот здесь вот то мы бы ну могли бы их вызвать ну здесь как бы это не сильно применимо хотя это применимо вот здесь посмотрите вот допустим я могу внутри нашего арея написать что-то вроде и на самом деле вот эта вот конструкция вот этот метод это метод то нашего джейсон обжиг билдера почему так потому что вот здесь доступно аж три раза вот этот вот этот выезд и вот этот это на самом деле не сильно хорошая конструкция потому что мы вроде как пишем вот так вот и казалось бы что в этом массиве должна просто появиться пара или что-то вместо этой пары а на самом деле мы добавим вот эту вот вот этот элемент z в вот этот вот объект что является как бы несколько неожиданно соответственно в код ли не есть механика которая позволяет такое протекание запретить и устроена на следующем образ есть библиотечная аннотация которая называется dsl маркер но эту аннотацию можно ставить только над другими аннотациями то есть у нее target это аннотейшим класс то есть мы должны сделать свою собственную аннотацию ну давайте назовем его по аналогии джейсон маркер и дальше этой аннотации мы должны пометить например вот этот вот наш джейсон в или билдер и как только мы это сделали так сразу у нас вот такой вызов стал ошибкой компиляции потому что компилятор видит что мы пытаемся вызвать метод вот это вы за а вот это протекание здесь у нас запрещено с использованием это вот конструкции dsl маркер а вот соответственно у нас здесь сразу возникает ошибка пусть мы так писать не может поэтому вот эта аннотация на довольно полезно и не забывайте ее вставить ее использовать когда создаете свои собственные диссельчики вот в таком вот стиле а собственно вот он наш джейсон да вот александр уже подсказал насчет собаки два разных вызов я сразу не сообразил но потом такие сообразим хорошо у нас с вами еще остается немножко времени давайте попробуем сделать другой диссельчик а именно диссельчик для формирования скрепить запрос у меня тут есть отдельный набор тестов допустим я хочу писать как-то так чтобы у меня в результате формировался вот такой вот скрепить запрос то есть мы не будем пытаться работать с какой-то реальной базы данных мы просто ограничимся формированием и скрепить запроса в виде текста чтобы сфокусироваться именно на диссельчик то есть вот допустим вот так вот писать или допустим как нибудь вот так вот писать то есть query из такой-то таблицы где например cola не равен нулю то есть попробуем сделать такой кто на минимал котором на минимал соответственно давайте такую штуку попробуем делать для начала нам нужен метод query который принимает лямбду ну и чтобы метод from работал только внутри это лямбды то метод from то есть лямбда должна быть экстеншеном а про он должен быть методом членом вот этого вот экстеншена ну того класса экстеншеном которая является лямбда соответственно давайте такую штуку делаем для простоты и быстроты давайте я буду писать прямо здесь в классе теста то есть нам нужен какой-то класс билдера нам нужен метод query который принимает экстеншен относительно вот этого билдера собственно знакомый нам уже механизм ну и возвращает он новый билдер относительно которого применена лямбда вызываем стандартный метод apply передаем сюда эту лямбда собственно с методом query у нас с вами все дальше нам нужно собственно добавить наш билдер метод from а также добавить туда метод билд который собственно будет нам возвращаетесь кель запрос ok метод from у нас принимает название таблицы название таблицы нам нужно где-то сохранить ну и соответственно метод from должен просто-напросто сохранить это самое название таблиц дальше остается реализовать этот билд ну во первых давайте убедимся что таблицу установили то есть будем считать что без указания таблицы работать мы не можем вот ну и далее мы должны вернуть искать запрос и давайте для начала в лучших традициях тдд сделаем так чтобы тест работал а дальше хоть трава не расти соответственно по идее вот эта штука должна заставить наш наш тест проходить и он прошел хорошо следующий тест он уже указывает те колонки которые нам нужно выбирать из нашей таблицы то есть нам нужен метод select который принимает видимо одну либо несколько колонок ну соответственно давайте использовать использовать варарк то есть варарк позволяет сказать что этот метод принимает 0 1 или более параметрах ну и те колонки которые нам передали нам тоже нужно где-то прикопать и давайте сделаем это в списке колонс долл вуаля дальше самые колонки надо включить в наш запрос ну давайте это проделал то есть колонок у нас может не быть то есть если их нет тогда звездочка противном случае название колонок через запятую ну давайте пока не заниматься экранированием вот соответственно но то есть на самом деле проверяет что если не позвать метод from то все должно упасть то есть он проверяет фактически вот этот вот а серд ура все упало то есть прошел следующий тест делает выбор как раз из колонок и он должен проходить потому что мы этот код уже написали он проходит ура ура так следующий тест по идее дубликат предыдущий окей дальше тест который более интересный который делает условия в то есть вот таком стиле мы хотим писать в условия почему здесь допустим так они равно равно потому что равно равно будет выполнена прям вот в этот момент да то есть равно равно это встроенный оператор в код линии который переопределить нельзя и точнее можно перенаписать метод equals но как-то это все равно странновато и для строк моего не переопределить соответственно если мы напишем вот здесь равно равно то будет немедленно проверено равенство этих строк но нам нужно нет а нам нужно чтобы вот это условие поехала дальше внутрь нашего спель запрос соответственно как это реализовать ну начнем с того что нам нужен метод вы давайте его сделаем что будет принимать нашу ну некое условие соответственно давайте заведем класс либо интерфейс который так и назовем usql expression ну и это условие он должен где-то сохранить соответственно давайте заведем переменную где он его сохранить и собственно говоря это сохранение выполнен и дальше он должен к этому условию обратиться при построении селекта условия может быть попущено тогда соответственно в парта не будет но в противном случае будет добавлено ключевое слововое и построено условия окей здесь у нас все будет красное потому что у нас нет вот этого класса sql expression sql expression у нас будет просто интерфейсом у которого будет метод build давайте такую штуку сделаем и дальше например у нас будет sql expression проверка на равенство ну если делать максимально общно то нам нужно построить что-то вроде ast применив паттерн интерпретатор абстрактное синтоксическое дерево да то есть наша проверка на равенство но будет относительно двух других выражений то есть мы левое выражение будем проверять на равенство справа выражения вот соответственно давайте такую конструкцию сделаем заведем класс sql expression который будет принимать два выражения ну и методе build будет возвращать выражение собственно строку проверки на равенство на строку которая пойдет в наш escape запрос ну то есть мы говорим left build и дальше это сверяем на равенство с write build вот так почему красная потому что я забыл играть окей дальше здесь у нас в тесте это выражение создаётся через что через метод им и эк который является инфикс на соответственно это инфикс на метод для строки давайте такую штуку сделаем мы ее можем сделать допустим просто свободным методом а можем добавить куда-нибудь вот сюда чтобы она работала только внутри стуле стиль select builder ну здесь для разнообразия я сделал отдельным независимым методом окей то есть она у нас получает вызывается относительно стринга который является именем колонки и с аргументом который является чем-то ну здесь на самом деле возможны варианты то ли мы сравниваем с колонки то ли мы сравниваем с константы но давайте будем считать что мы сравниваем колонку в констант чтобы в эти варианты не углубляться соответственно нам нужны нужен класс колонки который собственно сохранить название этой колонки да и нам нужен класс строковой константы который хранит эту самую констант почему колонка отличается от константы но потому что строковая константа должна заключаться в одинарной кавычки а колонка либо не по что не заключаться либо заключаться в двойные кавычки либо зависит либо зависит от базы данных с экранированием здесь искала соковычиванием есть нюанс зависимости от нашего диалекта окей соответственно код у нас по идее начал компилироваться и теоретически тест у нас должен пройти давайте в этом убедимся вот тест у нас прошел дальше быть можно расширять добавить сюда всякие другие операторы допустим проверка на неравенство проверка на равенство там числу проверка на равенство другой колонки и так далее но у нас уже время подошло к концу поэтому на этом я с вами наверное прощаюсь не передаю слово алине если у вас остались какие-то вопросы то пожалуйста их задавайте надеюсь было интересно давайте еще быстренько вспомним чем и собственно с вами хотели добиться мы хотели узнать что такое десель надеюсь что мы это узнали мы хотели посмотреть как строится десель в котлане надеюсь что мы на это посмотрели десельчики которые мы построили довольно простые но на курсе кстати мы строим более сложный десель для описания бизнес логик вот было там пара открытых уроков может можете поискать ну либо приходите на курс тоже как бы в этом всем поучаствовать у меня на этом пожалуй все передаю слово алине если вы напишите какие-то вопросы то я на них еще потом отвечу супер евгений спасибо огромное я видел реакции разные такие сигналы и огонечки это означает что ребятам очень полезен был твой контент спасибо тебе огромное за это сейчас я верну презентацию буквально несколько моментов еще скажу дальше евгений ответит на вопросы один вопрос как минимум уже тоже есть и мы будем с вами завершать нашу встречу что еще хочется дополнить напоминаю вам что 29 ноября у нас стартует обучение 5 месяцев она длится если вдруг нужно еще раз продублировать ссылку на лендинг то вы пожалуйста мне об этом скажите и по юар-коду если кому-то удобнее пользоваться к юар-кодом вы также можете перейти на этот лендинг что еще из приятных таких бонусов первое это скидка скидка 5 процентов на любой курс до 1 ноября включительно то есть сегодня и завтра эта скидка будет действовать но кроме этой скидки у нас в целом сейчас есть на наших курсах скидка 10 процентов на курсы октября и ноября то есть у вас сейчас по сути максимальная скидка действует 15 процентов вместе с этой скидкой на лендинге курсы уже указаны со скидкой и плюс если вы вводите этот промо код вы получаете дополнительную скидку поэтому присоединяйтесь будем очень рады видеть вас на нашем курсе на этом либо на любом другом и последнее что не последнее предпоследнее что хочется вам сказать первое это у нас будет следующий открытый урок который также посвящен этому курсу и он будет уже совсем скоро 12 ноября в 19.00 но у нас будет там другой преподаватель его проведет сергей прощает как раз на этом курсе вы рассмотрите ключевое ключевые отличия между языками программирования kotlin и java и все то что вы видите как раз сейчас на слайде все это тоже будет поэтому тоже присоединяйтесь тоже будем вас там рады видеть и очень хочется вас также попросить заполнить опрос заполнить пожалуйста опрос по этому мероприятию здесь подчеркну то что мы читаем каждый ваш отзыв поэтому будем благодарны вам если вы оставите обратную связь ссылку я вам отправила напишите там пожалуйста свои комментарии поставьте баллы и цифры все это пожалуйста сделайте потому что для нас это все такая мега важная история если есть какие-то вопросы у вас то вы пожалуйста их задавайте если вопросов нет то мы будем прощаться насколько я поняла евгений ответили данный вопрос от кости да все хорошо хорошо тогда не нужно включаться больше вопросов я не вижу ребят спасибо вам огромное за то что вы подключились на эту встречу приходите к нам снова на наши открытые уроки на наши обучения на наши конференции будем очень рады видеть вас снова все желаем всем хорошего вечера всем пока пока до новых встреч